друзья ну что спускаемся мы к волге смотрим как здесь закатали весовую а ее полностью закатали здесь в асфальт да и более того на месте нее вот он новый асфальтик пошел на месте нее выросло какое-то здание интересное сейчас мы поближе подъедем и посмотрим вот я так думаю что здесь какая-то готовится на стоянку вряд ли хотя все возможно кафешка на право кафешка без окон без дверей пока вот это здание под вопросом может узнает что здесь планируется друзья напишите в комментариях а мы пока въезжаем в казань заезжаем на мостик через речку волга немножко здесь скачок так остался и смотрим волга то у нас тоже помелела хотя баржи ходят суда тоже вон нефтеналивная по-моему идет хотя нет может не вот не похоже на нефтеналивную волгодон по моему да написано да вот видно здесь как омелела вода смотрите остров остров получился а ведь дома а этот вода подходил прямо к домам вот так вот как все меняется в этом мире и с этой стороны появились острова даже не то что острова целые отмели далековато немножко не видно ну что подъезжаем к казани сейчас пробегаем казанскую объездную и за казани у нас будет первая остановочка плановая это заправочка ирбис и смотрю я по времени у нас 11 часов 06 минут то есть это как раз подойдет и обед то есть мы соединим все вместе полезно и с приятным как говорится я идем по казанской объездной знаете как уже асфальт проложили здесь дорожка идет город ой сегодня прям парит сколько здесь совочков стоит готовых с горячим асфальтом здесь я так понял что дорожка уходит сюда это как как разворот получается по две дугам да и в деревеньку в какой-то ах как запахло свежим будрончиком да на улице семь с половиной градусов на часах 11.33 и нам до конца объездной осталось где-то 14 километров ну а там еще 15 и мы на заправочке так что я думаю что как раз мы по 12 и подойдем и можно будет червячка заморить друзья ну что казань мы прошли и вы посмотрите какая опять поднялась туманность туманность андромеды на стекло просто даже пыль водяная ложится не просто мелкие каплюшки да что ждет впереди опять непонятно непонятно но туман отойдет к перемене погоды пока на улице 6,5 градуса за бортом говорят что на севере уже до минус 15 вон вдруг у меня сейчас возвращался с сургута уже антигель покупал чтобы летнюю солярку не заморозить да от весовой здесь у нас не осталось и следа но пока флешка стоит ну что осталось каких-то километров 15 и мы будем на заправочке ирбис на повесе своего коня вот завязочку а потом мы сам заодно пообедаем а к этому времени может быть и туман разойдется друзья ну вот как раз мы и подошли к заправочке ирбис и на часах у нас без 5.12 все четко строго по плану строго под обед так ну что сейчас выберем колоночку заправимся сначала коня напоим а потом проедем дальше на стояночку и уже сами покушаем друзья ну вот я и поел и коняшку напоил и до промежуточной точки до стояночки байтуган у меня 581 километр прибытие в 22.37 и я думаю что это наверное я путевую точку поставил далековато наверное придется мне сегодня дойти до Уфы а уже завтра по утречку штурмовать Урал ну поедем как говорится дорогой разберемся у нас еще есть время на раздумье есть время на обдумывание дальнейшего маршрута но я думаю что через Урал у нас получится быстрее тем более коняшка у меня теперь 480 кобылок и свои 17 тонн он как говорится должен везти в гору поинтересней кто-то скажет новую машину не надо насиловать ребят здесь автомат стоит он не даст двигателю идти в натяг в натугу сам переключится поэтому я и хочу его немножко провести ему тест драйв ну естественно вам все это дело показать в Савинскую гору мы уже с вами входили посмотрим как он будет преодолевать уральские подъемы так ну что вышли на дорожку вот не люблю когда вот сейчас этот дастер вышел да он фактически из-за спины у меня вышел мне уже и так место не остается он выскакивает но ты выйди в левый ряд и разгоняйся там все равно нет никого нет надо правым рядом прижать чтобы я не успел как говорится нормально выйти с разгона ну ладно это мелочи это все дорожные издержки поменьше надо обращать на это внимание и тогда все будет хорошо да друзья намыл я пока стоял на заправочке ирбис стеклышки все хорошо красивые фары намыл думал сейчас уже останавливаться буду только на ночлег и наверное больше уже дождик не пойдет охватен нет опять начинается изморозь и он я вижу вдалеке уже как дымка она такая ну ладно главное чтобы грязи не было на дороге а чистая вода она не повредит как-то мы уже ходили с вами по этой дорожке на сорочие горы и через чистополь выходили мы туда на бавлы на пятерочку когда здесь в башкирии было очень много реверсивных движений но честно говоря там тоже попадал я под реверсы и эта дорожка мне ничем быстрее не показалось чем здесь через набережной челны на уфу идти так что сегодня мы уже не будем как говорится испытывать судьбу но когда-нибудь все равно прокатимся сейчас просто некогда нам экспериментировать времени в обрез и хочется как говорится отработать все по полной программе чтобы еще и было время на полноценный отдых ну хотя бы часиков на 6 сна а не так как иногда и 4 часа только успеваешь и все за 4 часа не успеваешь восстановиться вот за 6 более менее ну а за 8 это уже вообще роскошь я считаю в нашем деле хотя многие ребята так и ездят друзья как-то двигаясь по трассе через Кострому вы помните я шел с груженной почтой на Новосибирск с заходом в Тюмень и я тогда про эту трассу заикнулся что был такой случай у меня и вы не вымышленный что упало бревно с лесовозом на дорогу и внимательные зрители этот момент усекли и говорят а не плохо бы было и послушать историю от начала до конца так вот ребятки пока я еду ваша как говорится просьба для меня закон ну раз хотите послушайте давайте слушайте дело было так ехал я из города Киров в шарью на погрузку ламинатными полами было это 4 года назад когда я получил новую сцепку дав и разгрузившись в Кирове получил задание топать на шарью пустому а дело было в декабре да уже подмораживало и снежочек был ну в общем на дороге было скользковато и я уже практически подошел точнее въехал на объездную Шариинскую как ее правильно назвать города Шарья и смотрю а уже так стемнело видно только вот фонари впереди идут красного цвета я понимаю что идет какой-то грузовик но какой вдалеке не видно ну естественно с дальнего света я переключился на ближний еду да еще навстречу смотрю вдалеке появилась тоже встречка и вдруг краешком болен зрение я замечаю что в лучах ближнего света что-то такое поперек дороги светится мне сначала показалась какая-то полоса думаю может какой-то вот светоотражающую полосу чертить иногда на дорогах но думаю для чего она здесь на этой трассе ну и дошел я где-то наверное километров около 80 не больше и в последний момент уже осталось 20-30 метров замечаю что прямо поперек дороги лежит бревнышко диаметром так ну сантиметров наверное 30 такое солидное и главное что она метров пять длиной то есть она практически от одной обочины до другой все переградило я естественно по тормозам пустой автомобиль да и груженой бы на скользкой дороге тоже бы потащила ну и в общем в это бревнышко я на тормозах ну в последний момент тормоза отпускаю потому что думаю как бы не выбило мне тут чего-нибудь я думаю сейчас я его наверное перепрыгну нет бревно ударил и оно потом когда я узнал было тяжеловато и такое потому что я остановился уже на встречной обочине меня унесло от удара навстречку остановился и идет легковая навстречу она увидела что у меня тут такие маневры вдруг машина была в одной стороне и вдруг она переместилась на обочину она тоже сбавила ход а я быстрее думаю блин там же бревно думаю не дай бог сейчас она в это бревно влетит вышел из машины а бревна нет а его так аккуратно в темноте главное я его колесами ударил его разворачивает и прям так аккуратно на обочину кладет вдоль я подхожу попробовал приподнять за один конечек нифига себе вот это думаю бревнышко и хорошо что я его не перепрыгнул а то бы натворил может быть каких делов тут с этим представляете длина такая еще бы там дальше еще может быть и задние бы колеса начали прыгать да еще и под прицеп в общем и я себя конечно сначала было очень так нехорошо думаю что же я такой растяпа но надо было ехать помедленней надо было смотреть повнимательней а потом так себя думаю вот хорошо я попался на как говорится грузовике я столкнул это бревно а шла бы вот эта легковая быстрее и быстрее бы меня она подошла к этому бревну представляете что бы было там бы уже просто можно было пойти на взлет ну в общем покалечил если бы не убился но покалечил бы машину и себя точно помню так что я уже здесь себя стал утешать что я выступил в роли ангела-хранителя того человека который ехал на легковой вот друзья в принципе вот такая история после этого случая я конечно заехал в гараж на соосность я сначала визуально тут посмотрел что вроде ничего с машиной слава богу не случилось бревно аккуратно прошло под бампером под швеллером там такой квадрат не зацепило и его просто оттолкнуло в обочину вот съездил на соосность и тоже кстати не зря потому что расхождение было семь с половиной градусов что-то ну там это на их языке они там ставят приборы на переднюю ось на заднюю ось и потом вот это делают соосность там такие стоят регулировочные болты кому интересно я потом могу показать где это регулируется заднюю ось но я думаю вам это все равно ни к чему это делают специалисты и делают в том случае если у вас начинает есть резину есть резину причем в основном заднюю но я после такого удара думаю блин а мало лечу дичу погнуло может тягу какую лечу доехал и вот они у меня все равно нашли вот этот дефект его устранили то есть не было бы счастья да несчастье помогло как обычно говорят так что здесь я всегда говорю минусы стараюсь переводить в плюсы не попалось бы мне бревно но съел оба заднюю резину это я уж так утрирую но я всегда так думаю что все что в жизни делается все к лучшему вот такая невыдумная история со мной приключилась друзья но дошли мы до елабоги и справа и слева у нас знаменитая большая стояночка тургай и как вы видите уже ребята многие встали на стояночку отмечать день автолюбителя но у нас к сожалению сегодня не до праздника надо ехать дорога дальняя и надо как можно дольше сегодня как можно больше пройти так а прошли мы прошли мы сейчас секундочку до 617 километров время на часах 17 02 округляем время 5 часов вечера до до места 2353 километра 34 километра он показывает это нам до съезда до съезда в набережных чумах остальные а видео фарф друзья ну вот мы и подъезжаем к набережным челнам здесь у нас на посту как всегда ждут но мы им не нужны и это радует у них другие заботы а у нас другие И тут вот не понимаю, стоянка, штрафстоянка, что ли, какая-то небитая, небитая, каких только автомобилей нет. Так, ну что, впереди у нас Нижнекамская ГЭС. А дальше у нас набережная Челны. Продолжение следует...